Во-первых, я приехал сюда ночью и самовольно, увидел розетку, включился, оставил заряжать технику. Я не знаю, как сказать так, чтобы содержательно было, типа, чертова справедливость. Я только что опять помог дрова погрузить. Он говорит, слушай, а ты едешь в Раване, этот город? Я говорю, да, давай я тебя подвезу, впервые меня кто-то тут предлагает подвезти и я соглашаюсь. За несколько километров до Полярного круга, отлично, как раз мне то, что надо. Большой магазин, заехать продуктов, не спеша набрать, ну и конечно же, со своей одесской бережливостью, я взял спиннинг за 14 с копейками. 19.23, нет, моя рыба такое не ест, тоже такое не ест. 13, 13, 14, вы что, ребята? Еду, сейчас пол восьмого, Полярный круг уже очень близко. 500 метров, Артик Секол, Санта-Клаус, Виллэдж. Полярный круг, деревня Санта-Клауса. Что за деревня? Я понимаю, сугубо туристическая какая-то штука, потому что, согласно легенде, Санта-Клаус живет на севере Лапландии. В одном, типа там есть национальный парк, где якобы он живет. Ну туда еще ого-ого сколько ехать. А сюда, по-моему, даже и поезд ходит из Хельсинки, крайняя его станция. Приехал за один присест и Полярный круг посмотрел. И деревню Санта-Клауса. Вот так туризм должен работать. Сейчас, конечно же, уже поздно, 19.59, поэтому закрыто информационный центр. Но мне главное сейчас знак, возле него сфотографироваться. И главное, чтобы солнце не опускалось за горизонт. Все. Верхний правый угол показывает три часа. Ну типа и восход, и заход. Сейчас покажу. Сансет. Сегодня. 6 июля. Санрайс Сансет в 6.00. Ой, 3.00. Что-то ему не нравится. Но если я при этом зайду в нормальный Сан Энд Мун, то он покажет 1.36 восход, 1.06 садится солнце. Полчаса. Всего лишь полчаса солнце за горизонтом. Понятно, что о ночи и речи быть не может. Швейцария. Германия. Ребята, а где знаки? Настала та минута, когда я хочу задать вопрос. А как вы себе представляете полярный круг? Вот что это? Многие знают экватор. И тоже, ну там типа какая-то линия. Но если задуматься, как она выглядит на месте, вживую, на самом деле. Вот. Как выглядит... Мы уже видели, я надеюсь, в моих видео, как выглядит линия экватора. А как выглядит полярный круг? Вот как он выглядит. Надеюсь, у вас какой-то ответ есть. Если нет, я как раз вовремя задал вопрос, чтобы задуматься об этом. Сейчас полдевятого. Солнце еще очень высоко. И внимание, вот он. Просто знак. Просто знак. Оп-оп-оп-оп. Вот он есть. Где его координаты? 66, 32, 35. Раваньеме. Называется городок, в котором я только что был. И я вот еду туда, на север. Инари, Норгам. Вот я в ту сторону хочу. Вот он. И вот и все. И... Опа! Заполярье. Опа! Не Заполярье. Опа! Заполярье. Точно так, как с линии экватора, это все очень условно. Но там плюс-минус пару метров роли не играет. Да и вообще, никак этого тут не замечаешь. Это чисто человеческое решение, что вот здесь пусть будет полярный круг. А вот здесь еще что-то. Хотя, можно сказать, что да, конечно, там другие немного законы действуют. Ну, в плане, например, солнечного дня. Но мы же не знаем, какие всех особенностей там, где мы находимся. Уверен, что 35-я широта отличается от 36-й какими-то нюансами. А мы о них не знаем. От 37-й, от 38-й. Ну, короче, вся. Я думаю, суть ясна. Делаю фото на память и еду дальше. В следующий раз арктический... Арктический. Потому что он так называется. Арктик-секол. Полярный круг буду пересекать уже в Норвегии. Все. Вот этот момент, когда я пересекаю. Как волнительно. Актер из меня так себе. Будет смешно, если сейчас впереди будет другой знак полярного круга. Это был просто указатель, что он где-то есть. Но там не было указателя, что типа туда или туда едет. Просто я смотрю, там дорожный знак. Арктик-секол, Санта-Клаус. И паркинг. Может, вот я думаю, не там ли это место. А может, просто паркинг. Хорошо. Несмотря на то, что сейчас без 10-9 вечера, мне надо проехать еще 16 километров. В данных условиях это не проблема. Не проблема, потому что не так уж и далеко 16 километров. И не проблема, потому что здесь уже светло. Будет постоянно. И плюс, если я не ошибаюсь, велодорожка. Люди в куртках ходят. Тут прям заметно стало попрохладнее, чем было. Арктик-секол инфо-центр. Здесь можно было бы где-то остаться, пойти и технику зарядить. Немного не мешало бы. Ну вот не хочу. Хочется проехать возле реки, остановиться. А вопрос зарядки техники решу завтра. Так, куда меня ведет эта дорога? 2.36 евро за 1 литр. Стало дешевле, на юге было 2.50 с чем-то. Велодорожки нет. Все. Если здесь еще будет тоже полярный круг. Арктик-секол, да. Все, это указатель на паркинг в деревню Санта-Клауса. Олени бегают. Понял. Олени, кстати, когда бегают, я их уже видел, на машины пролетающие не реагируют. Видят меня на велосипеде, сразу убегают. Кто их так пугает, я или велосипед? Скорее комбинация. Чем пахнет воздух в Заполярье? Дождем. Серьезно, запах дождя, странно. Это вообще непонятные какие-то знаки. Хвост поднял. Скользко, да? 23. Ох, хорошо бежит. 26. 27. 28. 28. 30. Тукицый. Вот это он бежит. Стой, 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 машина. красавчик север так как давно я не ездил по асфальту то сразу ощущаю что здесь хорошо что здесь плохо накат спокойствие тишина это плюс машины пролетающие это минус редко но пролетает конечно мимо здесь у меня нарисован поворот у это это похоже на то место если что где могу заряжать технику здесь наружу розетки есть и камеры тоже и кондиционер работает супер вот так что по асфальту отчасти соскучился и вот пожалуйста для контраста сразу же моя любимая грунт грунтовая дорога 300 похоже что мой поворот лавун такие избушки черные крыши и бревна такие уже темные крыши засыпанные сухими иголками потому что люди живут мост ба какое красивое место ой 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 а это что туалет и судя по всему склад дров скорее всего место под костер мыша внутри он мышка бегает и что заблудилась она все уползла великолепное место у меня здесь течет река где я буду ой утка прости я тебя спугнул о комары надо включать свою штуку от комаров и можно располагаться проверю сразу что что за домики да склад дров пожалуйста колумб можно раз хочешь другим пожалуйста два дрова есть отлично это значит у меня сейчас будет костер я после не сейчас решетку прочищу подогрею свою курицу которая взял и тоже очень вкусно поужинаем место великолепно мне еще помыться постираться а под вечер уже градусов 10 сейчас так температура падает с днем ощущается контраст курица уже конечно изрядно подостыла на горячую решетку и и пусть греется от костра вода покажу паре так красиво кажется что там есть и русалки и водяной и кого там только нет и звук красивый половина первого ночи все меня укрывает спать хочу сильно как я не даю волю своему организму вначале он обалдел думал мы все я буду не спать а теперь все равно косит ко сну вначале я поставил палатку там а ребята ушли я здесь ужинал и думаю а чего не здесь здесь утром солнце мне не будет слепить а то обычно просыпаюсь ищу где в тенечек спрятаться а здесь хорошо но дождя и и не будет я за него не переживаю темнее уже не будет будет уже только светлее поэтому спать при мерцании костра не получится вот только так а так даже здесь романтично с краю сидишь у тебя один вид а здесь совсем другой вид даже немного темнее это отличный выбор если у меня дальше будут встречаться что-то подобное и чтоб можно было палатку ставить потому что в предыдущих я ставить не мог высоты крыши не позволяло а здесь прям то что надо есть есть вот здесь криво немножко ну-ка утром проснусь я надеюсь с утра будет жесткое солнце прям такое горячее потому что я хочу и помыться и постирать вещи и чтобы не успели высохнуть и пока я первым делом проснуть разожгу костер и займусь стиркой вообще классное место и вот идея залезть внутрь была удачной балка тут тоже вон и сруба все моя финская ночевка выглядит достойно и 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 Вид у меня как у домовёнка, потому что сегодня целый день, я дома. Утро началось великолепно, только там буквально полчаса солнце проходя вот где-то здесь светило в мою палатку. Мне достаточно было укрыться спальным мешком с головой и солнце не мешало, поэтому я спал крепко. Проснулся 5 часов в 10 без будильника, у меня прям какой-то уже внутренний такой режим установился, что в 10 я просыпаюсь и смотрю как-то тучи так резко надвигаются и гремит. Думаю, пока позавтракаю. Пока позавтракал, пошел один дождь, второй дождь, открыл я прогноз, смотрю он до вечера. Я думаю, ну ладно, может вечером поеду, ну типа вот все равно же белые ночи. Сейчас уже пол восьмого вечера и я понял, что никуда я ехать не хочу. Сижу, костер, тепло, греюсь. Здесь палатка даже уже не собирал ее, собрал спальный мешок. Но опять-таки хочу обратить внимание на удивительность вот всего происходящего. Я вчера только ехал и думаю, неплохо было бы себе сделать отдых. И как раз я же говорил о том, что вот в прошлом городе, в котором я был, что я подумывал, а не взять ли мне там гостиницу на денек, может отдохнуть. Но жадность победила. Жадность, чтобы быстрее попасть на север, чтобы больше увидеть полярного дня. Но мир меня бережет, и я ему за это благодарен. В прошлые свои путешествия я совершал ошибку, не прислушивался к обстоятельствам, к телу. И все равно вот именно крутил педали. И тогда меня приветствовало там какое-нибудь расстройство, температура, апатия, плохое настроение, что угодно. Все равно, но жестко. Мир все равно жестко меня доостанавливал. Поломка могла быть там с планетаркой, когда случилось. В этот раз пока мне везет. Пока вот легко это все обходится. И вот просто непогода. Я решил, что вот не хочу сейчас. Пока есть возможность, крыша. Потом поеду, кто его знает, будет у меня крыша под следующий дождь или нет. Поэтому я остался. Провел целый день в тишине. Даже не брал камеру. Только сейчас ее достал. И это такой класс. И теперь я понял, для чего вот так именно все эти обстоятельства сложились. Чтобы я таки выдохнул. Походил. Ноги под разгрузились. Посмотрел на костер. Помедитировал. Да ведь великолепный же. Дрова есть. Крыша есть. Место для костра есть. Вещи постирал с утра. Сохнут. Уже все даже вот высохли. Тут тоже все в порядке. Стоит, мокнет, моется. Надо будет цепь смазать. Ставок напротив красиво мне демонстрирует. Если дождь видно, еле-еле капает. Как раз вчера пополнил запасы еды, поэтому сегодня я уже таки здесь останусь, расслаблюсь. И не буду сейчас выезжать в ночь. Вот понесу их тому месту, которое я видел вчера. Тут недалеко. Какое-то предприятие. Снаружи розетки. Там я ставлю до утра. Думаю, получится так зарядиться. И завтра продолжу путь с утра. Может вернусь в график более-менее нормальный. Вечером свежо становится. Заполярье все-таки и летом заполярье. И возле костра сидеть тепло и приятно. Вот такой у меня вид вечером из палатки. Да, сегодня весь день у меня был такой вид. Плюс-минус дождь периодически покапывал. Спасибо, чтоб попалась крыша. И я рад, что я здесь остался. Вот. Полдня сам себя немного отчитывал, что никуда не еду. А во второй половине дня принял эту как данность. И сейчас, когда уже залез в палатку, а снаружи все так же и светло. Я думаю, так это же классно, что у меня здесь крыша над головой. Я посплю вторую ночь в относительной темноте. И вчера, вот крайнюю ночь, я считаю, что я выспался. И надеюсь, сегодня высыпание мое продолжится. Завтра утром проснусь и уже поеду туда, дальше, в глубокий север. Продолжать свой путь на север. А сейчас пока. Доброй ночи. Прекрасный день, чтобы уже наконец-то выезжать. Все собрал, все убрал, мусор с собой свой забрал и теперь в дорогу. Вчера я пошел и оставил там возле какого-то домика, не возле, а на пороге этого домика свою технику заряжаться. Два пауэрбанка. Сейчас посмотрю, на месте ли они вообще. Расстроюсь, если будут не на месте. Но вчера, когда оставлял, осознавая риски, я уже как бы решил для себя, что, если что, расцениваю это как урок. Доверять людям. Вот что я помню всегда. Выбираю всегда доверять людям доверять. Я бы мимо прошел, если бы видел, что, даже если бы увидел, что стоит зарядка с двумя пауэрбанками, я бы не тронул. И вот надеюсь, что люди также к этому отнесутся. Так, что ты как-то так вчера отдохнул, а сегодня едется ему не очень легче. Там облака такие красивые, да и здесь тоже. А вот теперь момент истины наступает. Этот вот слева цех, где я хотел оставить технику, но дождь вечером. Говорил, что лучше этого делать не надо, потому что тут только наружные стены, козырёк небольшой. А справа, ой, стоит машина. Сейчас проверю. Так, вот этот цех, вот трасса, вот этот домик, козырёк и вот моя техника и всё заряжено. Отлично, упаковываюсь и еду. Худший сценарий, к которому я готовился, не произошёл. И это супер. Это лишь ещё раз подтверждает, что доверять людям можно и даже нужно. Ну, дорога, здравствуй. Так, машины летят, обочины нет. А это что, впереди снегоуборочная едет? Что это такое? Ого. Какая-то для асфальта машина. Так, обгоняйте, обгоняйте, обгоняйте. Началась велодорожка, по ней спокойно ехать, но я всегда смотрю вот на дорогу рядом и облизываюсь, потому что она идёт ровнее и прямее. Велодорожка вот так и постоянно вот так. Тут никто не заморачивается прорезать, выровнять её. Вот как есть, так и стелят. И еду сбоку, такие озёра, класс. Хотел на дорогу. На, пожалуйста, конец велодорожки. Соответственно, выезжаем на дорогу. Смотрим, там никого, только грозные тучи. Впереди просто красивые облака. Ну и всё, занял своё место. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Красиво. Не хватает глубины видов. Ты видишь только первые ряды деревьев и всё. Где-нигде откроется близлежащая полянка. И то она радует взор, потому что что-то новое. Ну вот здесь видно немножко. Сзади есть видно поле какое-то. Да, даже озеро. Опа. Да что ж, я уже и так медленно еду. Вот не подпускают олени. Машины пролетали, ноль реакции. Я его даже не вижу уже. Ну и будь здоров себе. Ай-яй-яй, других встречу. Не нравится им велосипед. Да. От судьбы не убежишь. А если тебе судьба помохнуть заполярье под дождём, то как бы ты не пережидал его, всё равно он тебя намочит, когда захочет. Что я чувствую по этому поводу? Да ничего. Еду и еду. Я даже могу сказать больше, что у меня настолько много оптимизма, что мои дождевые вещи спрятаны в сумке, в самом низу, под остальными вещами. Я даже не собираюсь сейчас перекладывать их наверх. Ну типа подготовить. Вот такой вот оптимизм. Не знаю, на что я надеюсь. Ну так будет веселее. Сейчас вот хочется, пока крутится, кручу. Сейчас проехал 28 километров. И вот хочу в один присест 50 проехать. И потом и пообедать. И вещи достану. Ну конечно, если он начнёт поливать раньше, то что делать? Сворачиваю на обочину и в очень-в очень ускоренном темпе достаю защиту от дождя. Не заставил себя дождик ждать. Начинает идти. Что? Я посреди вот чего? Ничего. Что здесь делать? Прогноз я посмотрел. В ближайшие дни постоянно будет дождь. Поэтому просто останавливаться в палатке, переждать нет смысла, он будет идти. Зачехляюсь и еду дальше. Ребята, на мотоцикле вон тоже ехали-ехали по тормозам, чтобы зачехлиться, а дождь перестал капать. Ну посмотрю, как сейчас будет ехаться в этой кофте, не жарко ли. Будет жарко, сниму. Им там на мотоцикле хорошо, они надели себе дождевые костюмы и едут. Ну им без разницы, даже если нет дождя, ну ничего страшного. А у меня без дождя жарко в этом ехать, хотя здесь стало посвежее. Или что, не одевали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот так постоянно вверх-вниз, вверх-вниз, холмики, горки. А слева-справа один ряд деревьев и всё. Ну как так можно? О-о-о-о-о-о. Вот едешь себе там по глухим дорогам, да, тяжело, да, скучно. Но хотя бы вот эти все не напрягают. Здесь, конечно, вот такое, шумно. Эти пролетают и всё так же скучно. Пока я могу сказать, что Финляндия, ну, приехать на недельку по лесам покататься, ну да. Именно с точки зрения путешествия, а не туризма, ну, мне что-то вот пока не нашлось, что здесь этакого. Как таковых достопримечательностей нет. Ни природных, ни исторических, что-то такое прям. Финская сауна только разве что. И то я в ней не был. Интернет так громко кричит о том, что здесь столько саун, столько, сколько и людей. А по факту приезжаешь, ну, наверное, есть. Но вот общественных нет. Типа можно себе в аренду взять, но там такие ценники. Легче в Перу слетать и сходить в сауну инков, например, или какие-то термальные источники на супервысоте в Боливии, в Канаде, в конце-то концов. Когда я ехал, сколько было саун, еще новые цветочки появились, не было таких. И это еще настроение просто качает. Это нормально. Туда-сюда бросает из стороны в сторону. То нравится, то не нравится, то все классно, то вижу много, что мне не нравится. Но я постоянно задаю себе вопрос, типа, а что? А что здесь классного? Мне хочется вернуться в каждую страну. Ну, потому что это это все равно приключение, это все равно новый опыт. Я не думаю, что вот адекватный какой-то человек, если ему скажут, слушай, вот есть возможность там поехать в Финляндию, даже зная, что она вот такая скучная, однообразная. Человек такой, Таня, что там делать? Я лучше дома посижу. Да, и вот из этих соображений, конечно, я за каждую страну. И вот еду и спрашиваю себя, а что, вот что здесь классного? Ну, вот типа страна, чтобы она чем-то запомнилась. Спрашивают, какие у тебя там любимые страны. Я не отвечаю на этот вопрос, стараюсь не отвечать, потому как все равно их много, таких по-настоящему любимых, и в каждой что-то есть этакое. Прям одну так не могу обозначить. И не хочу. Ну, вот что должны спросить, чтобы я сразу вспомнил, о, Финляндия. Ну, например, когда спрашивают, в какую страну ты бы хотел там остаться жить. Но я Гондурас не вспоминаю, хотя я в Гондурасе был. И хотя это интересная страна. Вот. Но в Гондурасе есть там свои истории. Там, если кто-то спрашивает, спросит, были ли у тебя моменты, когда к тебе были сексуальные домогания? Я Гондурас вспомню. Ну, там было, да. Финляндия. Какой вот что? Какие еще вот есть такие страны, которые, Танзания класс, Кения класс, ну, есть что рассказать. О, Замбия. Вот вообще вот никакая для меня была. Ну, водопад Виктория, и были, что какие-то дети африканские шли и в меня камни бросали. Играли в войнушки сами с собой. И то есть что вспомнить. Но она так в памяти резко не всплывает. когда ты, когда я вспоминаю там путешествия и сразу что-то заполярье, Аляска, гранд-каньоны, солончак, вулкан, анды, Аргентина, Чили, побережье океанов, пустыни, гостеприимство Ирана, Невероятная, цветная и ароматная, не всегда приятная, но все равно с ароматами. Индия, необычная Мьянма, помню, Таиланд такой, тоже очень классный, юго-восточно-азиатский, Малайзия, Азия с исламом, Сингапур мега-современный, вот вспоминаешь страны и они что-то якорят, Мексика со своей прекрасной едой, с необычными людьми по гостеприимству, по жизнерадостности, а вот что Финляндия? И самое ужасное, что я об этом думаю, находясь здесь. Финляндия должна покраснеть сейчас. Йолопуки! Нет, не узнал. Тик-тик-тик-тик-тик. Ну вот, огромная собака. Да, даже не пони. Что, дружок? Да, с твоими рогами. Хотя ты еще бегаешь в лесу нормально. Олени люди там пошли, может, там еще олени? Убежал. Финские традиции. Не вижу, не встречал еще. Финская еда. Мимо. Ну вот что, финское гостеприимство. Мимо. Финская... Ну вот что еще может быть финская? Как мексикосы. Везде музыка, везде танцы. Мимо. Как индусы, пестрые, разноцветные. Мимо. Уличная еда, праздник жизни. Просто радость, потому что вот наступил новый день. мимо. Вот все мимо. Просто народ. Просто работает. Да, вот эти домики, в которых я останавливаюсь, классные. Но есть одно но. Это не основа всех моих путешествий. да и вообще. Не было бы их, я бы в тех местах сам бы себя становился. В чем проблема? У меня нет. Это не то, что жизненно необходимо. Но да, молодцы. Чисто, аккуратно, с заботой. дрова наготавливают. Это тоже, да это классно. Ну, мелочь, а все равно приятно. О, трубка. Сейчас начал ехать. Некоторые так близко проезжают. Я думаю, если я трубку нацеплю, и хотят проехать близко. Да, но весистая правда. Пускай. А ну. Не. Сейчас сделаю. Вот так вот. Вот вам. Все. Огонь. А то нашлось пару деятелей. Так близко пролетало. Было очень неприятно. А так. На спидометре уже 52 километра 700 метров за сегодня. Можно начинать искать места для обеда. Да и вот такое вот путешествие. От обеда к обеду, от магазина к магазину, от ночевки к ночевке. Все. О, с этой палкой стало удобнее ехать. Вон как объезжают. Давай, молодец. Так, кричушечка, да, внизу? Да. Нет к ней выхода нормального. Я бы этот вот остановился там бы где-то. что-нибудь придумаю дальше. По традиции симпатичные остановки. Еще одна. О, вижу. Вижу. Вот столики. Все. Мое. Да, я вот здесь сейчас и расположусь. Это кто? Это кто? Пожалуйста. На финском, на английском и на русском. Суп из семги. Это кто-то очень. Марта, это, по-моему, жена. Или нет? Местного этого Ёлопуки. Хорошо. Я вижу, куда мне надо. Здесь нет. О, отлично. 54 километра. Обед заслуженный. Редактор субтитров А.Семкин